Открывайте. Григорий Зарударев. Всем доброго вечера. Меня зовут Григорий. Я представляю проект Белка. Это коробочное решение для создания умного дома. Что это все представляет? Мы создали устройство, которое помогает в доме создать многофункциональную и самую настоящую систему умного дома. Причем сама коробка уже в себе несет базовый функционал. То есть когда пользователь устанавливает себе домой, он на приложение получает сразу видеонаблюдение, безопасность, управление простейшими электроприборами, возможность сделать экосистему, контроль микроклимата и все-все-все самые клевые современные плюшки. В чем проблематика сегодня российского рынка? Как таковой точечный запрос «Я хочу умный дом» у нас отсутствует. Но зато есть ряд неких ключевых потребностей, которые в совокупности можно решить умной системой. От этого мы и начали отталкиваться по функционалу. То есть в основном люди ищут, например, контроль за детьми, типа видеокамер, или управление разными приборами, типа хотят какой-то общий контроллер поставить. Кто-то говорит, что рынок умного дома в России так себе. На самом деле он потихонечку развивается, начинает набирать обороты. У нас есть два, ну есть косвенные конкуренты, но есть два очень хороших прямых. Единственное их косяк… Они очень молодцы. Я не говорю, что они плохие, а мы хорошие. Нет, это неправильно. Они молодцы. Единственное их косяк, то что то позиционирование, в котором они работают, было актуально 2-2,5 года назад. Сейчас рынок, сейчас наши потребители доросли совершенно до других запросов. Ну то есть ключевые вызовы, они пока им не соответствуют, либо соответствуют частично. Как решение нашей работы? Ну, во-первых, отношение с клиентами у нас очень простое. Человек покупает коробку, начинает пользоваться, подписывается на какие-то платные сервисы, и затем месяц-через два возвращается к нам, докупает дополнительное устройство, чтобы функционал расширить. Вот. Сама коробка работает еще проще. Устанавливается в квартире на самое видное место, потому что это некий арт-объект. Коробочка очень красивая, ее не надо прятать под стол. Загружается мобильное приложение, в три клика пользователи регистрируются. И третий шаг. Можно следовать нашим туториалам, которые мы заранее приготовили для пользователей, и настраивать свой собственный умный дом. Ничего сложного нет, это очень даже похоже на игру. Человек без особого такого образования, либо не сталкивающийся с технологиями, спокойно настраивал умный дом, так что тут круто. Почему именно сейчас-то надо делать? Российский рынок, наши потребители доросли до трех ключевых трендов. Если проектам не соответствуют, то он просто не взлетит. То есть сейчас потребность такая. Коробка, если это умный дом или какая-то система, должна быть из серии «Все в одном». Она должна создавать вокруг себя экосистему, причем поддерживать устройства других производителей. Это не должна быть техно-кабала. Типа, я там купил себе Apple, и теперь должен использовать продукты только Apple. И коробка должна быть недорогая. То есть соотношение функционал-цена-качество должны быть в порядке вещей. Рынок, серьезно, останавливаться на этом слайде. Но как бы тут эксперты считают, что да, рынок есть, да, он растет. Да, там 9 миллиардов из них, две трети – это именно коробочные решения исполнительного устройства. Ну то есть если в этом работать, то есть откуда собирать сливки, даже у нас. Наш путь был очень тернист, такой из терни к звездам, хотя терни до сих пор. Мы вообще начали просто с небольшого макета, который представили на международном хакатоне Тедхак. Внезапно выиграли его и в этот же месяц получили финансирование фонда «Содействие инноваций». В течение 9 месяцев мы уже стали разрабатывать саму коробку. В конце выпустили целый ряд устройств, то есть там 25 штук, и захотели их продать. Чтобы продать, мы пошли в заочку фри, и коробочки разлетелись, как горячие пирожки по нашим клиентам. Сарафанное радио сейчас работает, и раз в неделю стабильно мы получаем заказы, типа по рекомендациям. То есть люди просят себе установить вот эту систему, поставить. Команда полностью укомплектована, 6 инженеров, во главе клевый парень Сергей Артемов. Он занимался машинным обучением, искусственным интеллектом, еще до того, как это стало мейнстреймом. Есть ментор, который периодически нам вправляет мозги, чтобы мы думали в правильном управлении. И есть кузнец технологий, научно-образовательный центр, они дают нам производственные площади, чтобы мы коробку выпускали здесь, а не отправлять что-то там в Китай. Это все хорошо, но что мы ищем? Мы сейчас активно ищем адвестиции от 4 до 20 миллионов за 20, ну от до 20 процентов компании. Все нужно для того, чтобы у нас был резкий старт наверх. И показатели у нас такие, что к середине 2018 года должны набрать хотя бы 3000 человек. Это прям заниженные показатели, то есть надо совсем ничего не делать, чтобы было 3000 человек. И к началу 2019 года это должно быть 7000 именно платящих клиентов. Они должны не просто купить коробку, но еще и подписаться на сервис и постоянно пользоваться системой. Да, одна из плюшек. Мы ищем инвестора еще, чтобы получить еще один грант от фонда средств и инноваций. Это наш сайт, заходите на него, подписывайтесь и ищите нас в инстаграме, ставьте лайки, не ведитесь на хайпы, инвестируйте с умом в умные вещи. Спасибо, благодарю за внимание. Отличный проект. Из-за какого города? Москва. Город Москва, отлично. Спасибо тебе большое. Микрофон там. Спасибо. Прикольно, да? Делайте в таком.